Язык Бен, еще один южный Мандэ, то есть это Код Дивар. Но народ Бен, он попал так, что он не живет рядом с другими народами Мандэ, а куда-то так вбок попал, изолирован он. И, соответственно, находится под влиянием языка Бауле, который там рядом находится, много заимствований из Бауле, и у них есть собственные легенды, как они так попали, почему они мигрировали там далеко от других Мандэ. Число говорящих, полагаю, что около 30 тысяч человек, так как это дальние деревни, это трудно оценить. К сожалению, они попали в гражданскую войну, почему я использую фотку гражданской войны, и как раз на их территории шли тяжелые бои между разными силами, там в Код Дивар была гражданская война. Кончилось в 2011 году, и получилось, что весь народ Бен, он чуть ли не попал весь в беженцы. То есть попали прямо на фронт, как жители Мариуполя. Они практически полностью двуязычные, как обычно, французский и вот этот язык Бауле соседний они знают. Литературного языка нет, потенциальный язык находится под угрозой уничтожения, потому что переходят они, в принципе, на французский и на соседний Бауле, на этот язык. Пытались им издать фрагменты Библии, азбуку, но так ничего, никто особенно не выучил. Грамотных на собственном языке почти там нет, на французском грамотные есть. Фольклорная традиция, сказки у них там, песни свои есть. В общем, в целом язык там, просто он в отдаленной области, вот так вот в лесу там, почему там и война-то была, потому что в лесу воевали. Поэтому степень его сохранения сравнительно низкая по сравнению даже с другими Монде, на которых хоть какие-то книжки есть. Что касается фонетики, в принципе, гласные, как обычно в Монде, вот согласные, согласные характеризуются тем, что лабио-вилярные только два, а обычно четыре, да? Остальное, в общем, всё вот так же. Тоновая система, довольно сложная, три уровня, тона низкий, средний, высокий, и четыре контурные. Контурные хуже произносить, чем уровневые. Получается, у них семь тонов, и четыре достаточно сложные. Как обычно, у них слоги все открытые, только могут быть бла-мла, и могут кончаться на ум, то есть, что ясно уже из самого слова бен. На носовую может кончаться зрин, такие слова могут быть. Что тут ещё? Клей, такие, насколько я понимаю, бра-дра тоже там может быть. Различные фонетические явления на стыках фонем, и в том числе чередование как гласных-согласных, так и тонов, как всегда. Число не имеет собственного показателя, а есть отдельное слово ну, которое вот означает, что всего там много. Этот детерминатив ставится в конце группы. Ну вот в предыдущем языке тоже похоже было, но всё-таки считали показателем, а тут уже явно считают просто отдельным словом. Это дело, которое множественность обозначает. Ну, также удвоением прилагательных может выражаться число, или удвоение глагола, допустим, дра-дра. Числительные, ну, я для Южных Мандэ часто пропускал, решил тут показать. Ну, вот это типичное для Южных Мандэ, то есть она десятиричная, но есть остатки пятеричные, и для большинства других Мандэ всё так же. То есть вот пять сом, а шесть явно образуется как пять плюс один, там семь это пять плюс два. Допустим, два будет план, пять будет сом, а семь будет сопла. Ну вот, ну и это характерная для этих языков такая структура. А за десяткой там всё идёт уже по десяткам. То есть вот там буу и пошло. Нет падежей, всё выражается порядком слов, либо послелогами. Глаголы преимущественно лобильные, это всё общие черты. В принципе, глагол всё так же абсолютно устроен, как обычно в Южных Мандэ. И, пожалуй, сразу к парадигмам. Ну, вот пример, как там парадигма глагола. Довольно похожа на соседние. Из способов образования, как правило, с уффиксами, словообразования глютинативными. Но вот ещё у них распространено удвоение. Вот можно посмотреть на их удвоение. Допустим, Б, Б, Б. Б, Б всё-таки вот что, да, потому что у них там первая, контурная. Вот такая черта тоже интересная. Что касается заимствований, то пишут, что очень много заимствований из бауле. И также из языка дьюла. В связи с чем, есть опасность вмирания языка, потому что они всё больше говорят сами, даже на смешанном языке переходит на соседние. Субтитры создавал DimaTorzok